Меня зовут Бек, я вас не учу готовить, я просто делюсь теми рецептами, которые я использую для того, чтобы накормить мою маленькую семью. Ингредиенты очень простые и это блюдо на четверых обойдется мне на самом деле в районе 7 евро. У нас есть вот такой вот магический котелок, многие меня спрашивают, где я его купил, спросите у моей мамы. When you go back, you never come back. Значит, вот у нас угольки здесь и нам нужен будет, ахренеть, лайтер, лайтер, пойду за лайтером. Не секрет, что я очень люблю использовать льняное масло made in Tajikistan. Следующий слайд покажет, как его производить. Бомба! Нерафинированное льняное масло из города Испара. Это черная икра среди масла. Итак, самый первый ингредиент, который пойдет сюда и доведется до золотистого цвета. Лучензе. Есть еще маленькая фишечка. Масло льняное надо чуть-чуть смешать с обычным растительным, потому что иначе вкус будет достаточно таким сильным. Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Ааа, смотрите, какая красава, да? Доводим вот эту красотулю до золотистого цвета, а потом закидываем морковочку. Не надо забывать вот этот вот микс из семи узбекских специй. Надо закинуть во время обжарки, потому что когда вы жарите, специи раскрываются. Этому научили меня индусы. Видите, вот этот лук, да? Он растает и покрасит наш бульончик. Бульончик будет красненьким-красненьким. Та гречка, которую я использую, еще не прошла через обжарку. Она достаточно зеленая такая вот. Видите, органическая. А-ля Био. Называют ее местным. Беразы. Вот. Поэтому я хочу, чтобы у меня бульончик был еще и с прискусом вот этой вот обжарочки. Понимаете? Пока я обжариваю эту прекрасную морковочку, я хочу вас немножечко, как говорят у нас на Руси, узбоговить. Когда включаешь ящик, постоянно негативе отпуляет на нас тонну негатива, связанную с этим гребаным вирусом. Я верю в то, что после выхода моей книги это вдохновит очень многих вас, хариканцев. Если хариканцы наблюдают за мной, а кто, если не знает, что такое хариканец, пожалуйста, купите мою книжку. Ссылочка там внизу. И вот она, картинка. А вот здесь вот вторая моя книжечка. Видите, да? Она выйдет в сентябре, дорогие мои хорошие. Секретный ингредиентус, это не то, что вы думаете, дорогие мои хорошие. Это мой секретный овощной бульон. Овощной бульон. В плов добавляет в основном водичка намат. А я предпочитаю овощной бульон, который я изготавливаю на своей секретной лаборатории. Овощной бульон даст больше вот этого бадди, так сказать, вот этого привкуса овощей. Сделает его более сытным, более интересным, более таким вот джигитским. Понимаете, да? Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Ах, красава. Я в вас не сомневаюсь, дорогие мои хорошие. Если вам нравится мой видео, шерьте его со своими другими хариканцами, там, друзьями, да. Здесь настоящая любовь, настоящее сердце бьется. Почему? Потому что я очень люблю жрать, готовить. Я очень люблю жрать. Я очень люблю это делать с Хайямом, но жена себе не позволяет. Кто не знает, что такое разговор с Хайямом, вы можете также пройти по ссылочке. И прочитать мою книженскую. Ну и как мы это называем? Шайтанакя. Когда начинается вот так вот бульбулякя, надо вот так вот красиво нам. Вот так вот. Обычно в плове, когда ты добавляешь рис, воды на сантиметр выше. И рис стягивает в себя эту воду полностью, доходя вот до такого вот уровня разбухания, ты потом уже закрываешь крышку. Я специально добавил меньше бульона, потому что гречка очень быстро готовится, особенно вот эта вот биогречка. И буквально через 2 минуты я закрою крышку. Я ставлю это на долгое томление. В нашем случае 20 минут. Дорогие мои подписчики. Ну что, дорогие мои хорошие, time is up, как говорится. М-м-м, да. Консистенция, огонь. То, что я хотел. Ну вкусно. 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 Нет слов, братцы. Нету слов. Дорогие подписчики, давайте не будем грустить. Пандемия пройдет. Все будет заедек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok